Это всегда будет довольно плотный прокрас и воздушный такой, состоящий из точек, если вы держите иглу вертикально. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сейчас объясню, рисуя, в каких местах мы работаем под углом и что вообще происходит с пигментом, когда входит игла под кожу под углом острым, либо вертикально. Когда игла входит в кожу под углом 90 градусов, то есть вот это будет у нас одна параллель, чтобы вот тут у нас слои кожи, волоски, чтобы было понятно. Когда игла входит в кожу, вот так вертикально, в коже остается вертикальная такая, ну по сути, если смотреть сверху, это точка. Когда игла входит в кожу вот так под углом, то есть, ну вот получается, что сверху остается виден вот весь вот этот промежуток. То есть, если мы входим вертикально, это максимально такая прозрачная, воздушная растушевка на любой зоне. Если мы входим под углом, то сверху вот от этого движения будет уже видно гораздо больше пигмента, он ляжет плотнее, потому что когда игла входит под углом, вот эти все как бы капли пигмента, они еще и дымку дают, все это дело растекается. Поэтому, если вам нужен плотный прокрас, допустим, это стрелки широкие, допустим, это помадный прокрас на губах, либо когда плохо ложится цвет, возможно, некоторые мастера иглу держат под углом кожи, вы должны знать, что это всегда будет довольно плотный прокрас. И воздушный такой, состоящий из точечек, если вы держите иглу вертикально. Продолжение следует...